Девушки отдыхают 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 сейчас мы вместе с вами и посмотрим я надеюсь правильно бегу и надеюсь то можно попасть не запомнил просто название теперь приходится повторно исследовать ну в общем то в этой игре на на этом в связи игровой процесс на этом и основан что повторно нам предстоит пробегать по локациям в которых мы уже были да по моему вот это зданием это склепы какие-то здесь надеюсь можно в обратную сторону все это пройти да так и есть подымает нас клетка лифт наверх я уже в предвкушении что же там мы найдем что же мы там найдем да вот тут вниз и вот она зачет ну да а у семечек нет семечка нет что это такое ой ой ты как-то максимально неожиданно про собой я думал тут мы зайдем и у нас это что такое почему я стал медленно ходить обалдеть но мощный враг как нему подобраться зачем мы вообще с ним начали сражаться и почему почему я надо все я понял надо кнопку просто быстро нажимать и тогда мы начинаем нормально бегать конечно два раза он не зацепил и достаточно хорошенько еще вот эта штука может быть ее можно ударить на попробовать наверное нет огонь им я имею ввиду который летает вокруг него да вырубает у них не хавчин с разворота смерть смерть хочу его теперь победить давайте врата вопрошают еще раз врата вопрошают да еще раз на сколько же сколько штраф вот этот удар с разворота я не пойму когда он бьет когда нет как-то как мы вздумается то есть нет определенной вот это что все я понял то тут ах ты блин потерял да плохо что арена конечно небольшая может быть не огнем лучше его атаковать это он сам какой-то огненный парень и вообще сколько ему раз нужно нанести ударов сколько ему нужно нанести урона в принципе если приловчиться он не такой уж и сложный надо просто понять как он себя полностью ведет то есть какие у него будут приемы и тогда можно нормально с ним справляться да куда ж ты блин чуть не свалился паразит он немного треснул и вокруг него уже летают огня ах ты попал попал на огонек тут под конец нужно конечно более тактично сейчас постараемся он да еще раз что за врата такие да он сразу бьет с разворота после прыжка это была моя ошибка надо было отступать у него кстати его оружие она как камертон сделано если я правильно назвал поэтому и происходит вот этот такой звук блин вот это вот не честно там упал там все это труба он меня ударил и я еще свалился а нет был жив еще ну вот надо больше все таки экшена меньше болтать больше файта может быть конечно стоит пройти прийти к нему когда уже более прокачен персонаж не знаю так ты блин кувыркайся а и зачем полез все мне хочется он там просто когда он поделает прыжок ну тут после прыжка у него есть небольшая пауза и в этот момент как раз такое впечатление создается что нужно время для удара но похоже это не так то ну любви атаки круговая внутри то есть смарт круговая и тычок вперед так не он так огонь так я как всегда на последнем на последней ячейке жизни начинаю с ним сражаться уже так более агрессивно и ну результат надо конечно так сразу сразу начинать вот это что было вообще без башки как что за атака без башки блин огонь огонь зацепил злиться нет ну свалился блин с арены ай-яй-яй да ну что ты будешь делать теперь проблема не в атаках а проблема в том что я постоянно слетаю с арены ну конечно рассчитана рассчитана таким образом чтобы ли 1 была у меня проблема либо другая блин попал на огонь а а а а а не знаю стрела или огонь больше забирает но как я и говорил если он весь в огне то наверное лучше стрелами его атаковать а как клуба потратил одну и чьи уши с них да если не он то то огонь бьет клин давай давай еще раз хочу знать что какой приз мы получим что нас ждет после победы над ним почему стрелы блин мимо пролетают что за подстава ладно наверное нужно просто не торопиться я все пытаюсь это больше нанести урона надо более тактичного все-таки отыгрывать 23 удара 23 удара и выстрел из к я думаю так это тут 2 был не обязательно конечно выстрел он прыгает каждый раз когда я вторую раз со стреляю ой а блин на ровном месте два снимает он мне просто ай-яй-яй-яй ну что это такое пляха муха я думал он ударит этим своим камертоном бред конечно все так было чётенько и под конец но он даже ходит максимально опасен просто огонь со всех сторон фух получи фашист гранату что 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 происходит куда вы победили без безмолвного слугу и его энергия души и добавлено к вашей теперь заклинание огненный с шар сжигает больше здоровья врагов с течением времени шикардос кремансая трофей этот получен до семечка я никакой не могу посадить вот такой вот оказался секретик очень очень круто ну а теперь давайте искать новый маршрута куда идти нам дальше я конечно надеялся на то что я прокачаю хотя бы магию жизнь но я хочу конечно пятую ячейку жизни для того чтобы было легче сражаться с противниками чтобы было а вот откуда это затерянного кладбища надо было через первую локацию но самое главное что мы теперь на затерянном кладбище и нам нужно поговорить с этим старым здоровым вороном он наверняка нам подскажет новый маршрут мы отправимся дальше не зря я с ним в любом случае сразился а вот и ворон ну серая ворона не могу поверить за столь короткое время у тебя получилось совершить такое чего я не смог добиться за годы если заберешь души двух остальных великанов мы сможем открыть врата смерти тебе лучше пойти на восток залез там самозваный король правит руинами затопленного собора истязая обитателей чаще так на восток а как тут ориентироваться где восток север юг запад восток мы вообще с востока по идее как бы бежим сейчас же странная будь на восток тут же не компасы тебе дать еще раз посмотрим просто ракурс еще такой выбран фиг поймешь восток где тут восток где север но если допустим вот так стоит наш герой да вот то север впереди юг соответственно в правом нижнем углу экрана запад слева в левом нижнем углу экрана востока это получается вот как раз и на восток бегу ну а если вот так он стоит то север юг запад восток и как тут разобраться нужен совет куда отправиться то нужен вот где это канатная дорога или что это такое ой 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 как запутали запутали но это просто не хочется много времени тратить на беготню но с другой стороны у меня кстати 50 564 единицы энергии души на секундочку у нас уже близится тот момент когда я смогу прокачать персонажа я хотел увеличить скорость передвижения ой сюда а со мной еще три пассажира тут привязались ну не знаю не знаю тут указатель что нам скажут к заросшим руинам про них он говорил или нет ну давайте в любом случае тут побегаем может чего интересного найдем смотреться нужно даже если это не неправильное направление как бы а то тут даже даже как-то может быть и это она он же что мы говорил почти он говорил он говорил про лес или про что он там уже забыл ладно осматриваемся пытаемся найти новые секреты новые маршруты ну как туда еще попасть там народец ходит ходит бродит тут вот очень любопытно вниз явный есть маршрут но перегорожено обычным забором я ничего не могу сделать остается наверно только сюда бежать потому что налево вверх куда я отопил там это уже повторно кругами мы начинаем ходить к заросшим руинам оно оно а как огонь а все увидел подайте карету ну правильно оказывается мы поезжали так получается у нас север юг запад восток в правом нижнем оооо что за парень в правом нижнем углу крана восток грим фанданго грим фанданго ой красота а интересная локация кардинально так все поменялось в красках почему грим фанданго потому что парень этот похож на автомеханика помните которую мы встретили в гараже ну да с этого ракурса там нельзя сказать что и прям идентичен но тоже здоровый такой у него подпородок блин как будто это он а я соскучился за грим фанданго что за рычаг она кстати тоже записано на канале проходил по моему без комментариев я решил ее проходить но она на английском там ну много переводить и там такой английский он достаточно тяжелый и я решил просто думаю спешу без комментов пусть она будет ага тут у нас водится и пригорожен перегорожен путь к кому-то сундуку остается только в этом направлении открыли ворота ну побежали дальше заросшие руины к востоку от врат да еще раз восток север у нас правый верхний угол экрана надо запомнить юг левый нижний соответственно запад это левый верхний угол и правый нижний угол это восток вот то есть вот так вот север туда куда смотрят сейчас герой ладненько ладненько так сразу и не разберешься так активировали что-то опа-опа-опа готов это что такое тут мы получим похоже новую какую-то способность благодаря благодаря которой сможем разрушать стены круто я уже ждусь жду не дождусь вот 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 ты у нас значит тут дети чаще раньше эта дорога вела на болото но король лягушек перекрыл ее если бы у тебя было столько же сил как у матушки может у тебя бы получилось сломать преграду а если бы вы играли леджинтов зельда то знали что пришло время получить бомбу так это что такое фига там лифт нормуль так всем семечко это что наверху такое интересное и что это за растение тут внизу так так из трех ударов побеждаются и хорошо можно пули им казалось да простецкие такие враги но зацепил как наверх не сюда попасть уже да что такое ну тут нет ну по целое и поэтому поэтому получается то что получается так наверно стоит отступить 587 мимо это я открыл опять назад проход но мне нужно просто вернуться потому что да восстановится сейчас противники ну что делать у меня одно один удар один удар к сожалению недостаточно энергии души для того чтобы прокачаться прокачаемся мы немножечко позже заросшие классно то что преграды которые могут разгружали уже они по новой они появляются а это куда может быть может быть вот так ого это что за новый такой был только что прием что цветы которые хотят нас загрызть я конечно сделал то что хотел двоих сразу победил при помощи вот этого цветка но меня зацепили тоже там же у нас огонь мощнее надо его проверить на ком например на этом товарищи горят неплохо и даже ключ тут нашел поднимаем это знаете что я вам хочу сказать так как у меня все норм с этим можно даже музыки добавить ребятки вот так вот потому что потому что все ок на ютубе по музыке и поэтому давайте громче слушайте эту замечательную мелодию ну а вот и одна саундтрек хороший то то это что такое это что такое тут можно оп протиснулся ого огнем значит ура 724 ну что возвращаемся возвращаемся прокачаться или еще чуть-чуть осмотримся чуточек можно а что если я огоньку все таки атаковать всех упс можно отбивать хорошо зацепили это плохо а семечко есть нету вот он как-то наверх можно попасть а я понял с другой стороны по всей видимости зачем ступеньки если они не ведут ой блин испугался а вот и семечко у зеркал зеркал для каких целей вот этот товарищ тут думал папа попадет папа 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 пойдет а вот вижу самом деле сюда нам нужно было закинуть из наверх вот она как работает гляньте какая здоровенная голова карту и торчит из стены кто интересного 2 спрыгнуть а тут можно как-то дальше да слева слева это сверху нужно куда-то ой свалился ребят но свалился не просто так давайте прям дальше такие маршруты пошли солидный вернемся в любом случае сюда после того как прокачаем нашего героя скоро скорость передвижения по моему если не то будем другой по моему скорость я прокачал кстати а если скорость прокачал то там скорее всего 800 нам понадобится очков они 600 ну посмотрим по моему да по моему там на все надо 800 очков а нет нет ну скорость прокачана да и 800 очков чтобы лечь 0 на ловкость способные места атаковать быстро и попадать цель увеличив этот показатель вы снизите скорость перезарядки так ближнего и дальнего боя также увеличите скорость очередности атак ближнего боя а это у нас магический урон повысит и улучшит способности дальнего боя давайте наверно ловкость да ну то есть я в три раза пил и опять могу быстрее пить точно также со стрельбой ну с использованием майки а Субтитры сделал DimaTorzok 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 К жителям чаще Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 было бы хорошо но зачем xx а на себе всех перебил вот и тут нужно кстати бежать вот так направо интересно а на далеко бежать и фантами не получится тут эта стена но кирпичная чуть-чуть ага тут мы можем срезать теперь маршрут и тут тоже тут же мы были ну да несколько дополнительных проходов нам скорее всего вниз идти ну тут вот я видел лестницу давайте чекнем не зря нашли семечка и вниз можно ага но открыли мы эти ворота а смысл можно а вот нет это с другой стороны явно сюда нужно будет подойти к этой преграде ну хорошо крылья открыли видимо это тоже как 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 бы для того чтобы скорее скорее сократить путь не знаю особо они не атакуют на всякий случай они напоминают ли это вот атакуют они огнем этот этот из сахал фланг помните напрыгивали мозга крабы какие-то не помню как назовут и как называется если помните напишите тут у нас тоже преграда может быть и он так поблизости нет этого цветка с бомбами а он с той стороны понятно что пишет указатель жителям чаще тут у нас какой-то видимо подземелья фор в хор фор в какой-то подземелье смотрим 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 осматриваемся можно наверх а можно сбежать значит здание еще внизу а это самое начало какой-то там бонусный предмет виднеется на эти сюда тут сильно не разгуляешься потому что в воротами перегорожен путь и рычаг который открывает их с другой стороны тех самых ворот тогда наверх оба файт без него представляете зацепил этот прыжок как на пол карты оставляет на удобство определенные я так могу наверхом закидать за кубшин победа можно было и побольше противников я тут уже разошелся так это какой-то тоже у нас секрет наверху лежит энергия души ну попасть не так то просто это не горят на ветке ну вот и как странно странно а я вижу лестницу с другой стороны все увидел камера повернулась да там было видно немножко от этой лестнице часть видеть вот она в левом нижнем углу торчат две такие как точки она она а 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 и а и и а Этот мелкий паразит мешает. Лестница есть наверх, пока не опустите ее, как и не поднять эту решетку. Этот указатель опять показывает нам дорогу к жителям чаще, а тут что происходит? Тут завалилась голова и поросла трава. Старая, это как эта площадь. У меня снячка очень красивая и музыка такая. Все так спокойно, расслабленно передвигаемся. Встречаются периодически нам противники. Нажал курук, но он не успел курукнуться. Вот здесь вот нет способности, чтобы забрать. Кстати, сколько там? 417. Но у нас прокачка пошла побыстрее. Больше врагов мы получаем опытом. Ну, с определенных врагов больше. С некоторых также по единичке, что не очень, конечно, здорово. Так, хорошо, семечко мы тут заберем. А куда нам вообще идти? Просила еще фонари стоят. Зачем они здесь? Как алтарь, видите, такой фонарик. Симпатично выглядит. Но взаимодействовать с ним пока что нет возможности. Я думаю, и сейчас нет, и в дальнейшем не будет, наверное, чисто декоративный характер. Ой-ой-ой, большой-большой. Большая площадь у нас тут. Будет, значит, будет файт. Пляхамуха попал. Попал. Я просто не увидел, не обратил внимания, что у меня остался один удар. И теперь, откуда я, аж от двери начну, да, ягрить, колыхать. Да, вот это вот я... Вот это я прозевал. Ну, главное вспомнить маршрут, как нам тут бежать. Ну, главное, я думаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. блины уже все равно прибежал с тремя ячейками жизни вместо четырех налево у нас там драка может быть тут справа чего-то интересно ага эти пластины на полу которые мы встречаем уже не первый раз они пока что для меня это загадкой с ними взаимодействовать от я не знаю что это ну зачем мы открыли тут я не умею перебираться так а вот мы подошли опять этой точки на здоровье сейчас побольше а все было легко и первый раз просто из говорю ты можно было бы и первый раз это затащить просто не смотрел это чего за каменный снеговик не увидел что у меня всего лишь один удар и попался попался кому-то под горячую руку понял зачем тут у нас было разломать хорошо плюс сто единиц 596 96 что же мне прокачать дальше скорость передвижения или силу атаки он с другой то наверно стороны ой вот она мы нашли этот инструмент ну на рок он так себе похож он больше похож на трубу матушка очень обрадуется нашли рок ну хорошо это и есть тот тот самый лагерь на севере наверху еще можно подобрать нам немножко энергии души это что такое это какой-то котел тут остался открываем себе дополнительный маршрут и тут кстати можно вниз тоже спрыгнуть но пока не стоит да давай давай пиком потерял и драгоценную секунду а а а а а а а а получилось например а а а и и у нас еще двести собирать 100 так почти что девяносто пять сто четыре не двести сто четыре сто четыре единицы ну что под ищи лирок пусть она нам расскажет что нибудь сыграет прилетела мне встречная встречная подача вот для чего мы открывали все это дело ну что привет мой рок большое спасибо пернатый друг как вы могли убедиться сами наши земли полны опасностей особенно с тех пор как болотный король захватил престол а как я рада что рок снова у меня как и было обещано я обращусь к чаще и быть может она услышит ваш зов конечно услышит если она не услышит что нам делать просто дальше мы не сможем не сможем выполнить свою задачу а вот оно что но вообще я надеялся что мы получим какую-то новую способность от нее которая позволит там взрывает что-нибудь ну и так сойдет сердце чаще теперь открыт открыто для вас но заклинаю заклинаю будьте осторожны она не защитит вас от тех кто поражен скверной тата 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 там у нас кстати есть одно местечко сейчас где-то то ли назад надо вернуться немного к двери мне кажется мне кажется вот кстати я подошел к этой этой двери а вот он этот король здоровый тут где-то был как проход но нужно использовать было на нем а вот он вот он как нам сюда пробраться очень интересно чтобы забрать ту энергию души и вот здесь похоже можно еще разрушить мне явно не хватает способности которая позволяла бы взрывать такие штуки но тут поблизости я не вижу этого куста большого который мог бы и она и конечно могу вот так бы выстрелить не получается ладно будем заморачиваться я думаю в какой-то момент просто я получу эту способность да ладненько что же побежали сердце рощи ой какая тут красота нравится мне подземелья особенно подземелье грибов позабытые глубины сразу можно дверку активировать гляньте там наблюдает какой-то он чуть западнее это клетки что ли для заключенных умный слуга а птичка ты прийти в моя клетка толстая жаба закрыть слуга здесь слуга бы слишком умный слуга есть умный мыслей и толстая жаба не любить слуга не хотеть носить маску толстая жаба толстая жаба не принимать слуга как личность надо будет его видимо чуть позже спасти о звук ударов этих убежаются теперь полегче помните нам подземелье где их там толпа целая полегче с ними сразу какой-то предметик ждет нас тут похоже блуждание достаточно долго у это кто такой это король лягушек эй жнец что это ты здесь делаешь когда мои солдаты до доложили что какая-то ворона капошит в моих руинах я сразу же сразу же направился сюда если ты хочешь забрать мою душу то ничего не выйдет я получил свою силу честным путем а теперь проц процветаю при порядка что установили твои же лорды мои лорды установили порядке так на тебе знай что ты не спасешься так мы можем вниз тут спрыгнуть есть дверка ведущая налево и ага понятно живой жнец древний дух рад я жажду душ понятно было у нас уже подобная ситуация 4 по-моему нужно будет найти души ага вот тут два направления направо мы не сможем бежать но и сюда давайте сюда завернем что это за молот я уже хочу как за попасть серьезно как туда попасть куда на ну и не и и и и и ладно давай попробуем сюда позже прийти чет я тут не понимаю что надо сделать такое впечатление что не хватает способности какой-то но по мышь по совету старой вороны сюда бы направились по идее должно быть норм но это только по идее лично нашли нашли немножко энергии души так там у нас ага все я думаю как вниз попасть и легко элементарного отцу элементарным зачем то так ну костры а понял ясно понятно то есть тут нужно несколько одновременно зажечь и таким образом открываются в данном ключе открылся переход к ключу доступ к ключу там еще наверху какая то есть дырка вот протиснуться и вот здесь как-то можно разломать нам не закончились а у меня закончились эти так норму ли грибы в основе думаю зачем эти грибы нет ладно нет так нет это куда а ведет проход и понятно возможность быстро вернуться ко входу в это подземелье да чушь я убегаю мы-то можем прокачаться силу удара силу удара я прокачаю 800 я насобирал еще такой думаю как двери нам и тут же к ней попал и убежал от него притормажу слегка подземелье грибов подземелье грибов на лавысти урона оружия ближнего боя также радиус удара до радиус удара и и может потом тысячу нужно у вот это меч ну круто круто есть на кнопку сильно до шумят боксовский джастин скажи на санки тоже хотя не тихо работают но блин а их тоже слышно как они тапают они там в разы тише просто когда ты так типа играешь просто как для сам для себя их и не слышно от на иксбоксе ты в любом случае обращаешь внимание там не слышно но одна записи когда я потом пересматривают эти видосы которые мы записали слышно все равно это странная фигня сильные у меня удары но надавали мне тут он сильнее чем чем-то этого за все время грибы даже со стен раз у меня есть ключи я могу открыть вот эту дверь например опять статуя короля владением короля лягушек нет погодите ну что ж так что ж так мимо что ж так мимо то может все таки использовать ключ и стать попробуем еще его таскать с собой ой вот те и на вот те и здрасте меня никто не предупредил что здесь противник классно то что огонь наносит удар ну то есть урон постоянно да зацепил цветок думаю надо его убрать да не пусть он типа по своим же бьет кто-то на него попался кто-то на него попался ну там же я бил я был уверен что отобью этот ну атаку этого цветка ну хотя тут недалеко бежать надо видеть во всем положительный момент сейчас мы подкачаемся потому что по новой раскидаем этих противников да вроде бы прокачал меч вроде бы круче стало но как там нет это все равно ты если с трех ударов этих врагов убивал то ты их убиваешь стрелок странно странная фигня то есть по идее ну прокачал ну хотя бы их нет все равно три удара и цветок этот надо сразу зачем я к нему полез зачем вот ну не надо подходить всего-то я тут было но я устроил там не пойми что о душа первым нашли выходы из пещеры запечатаны и врата в офис почему-то тоже мы в западне да заговор там какой-то в офисе произошел и хранитель этот лорд хранитель или как он он по-любому в курсе в чем там он там и замешан никаких тут секретиков нет но к сожалению и 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 но цветы кстати с двух ударов до этого три раза нужно было ударить сейчас два достаточно на самом деле конечно радиус увеличен и мощность все-таки увеличен но не чувствуется думал сюда можно не чувствуется примут мощи и прокачки хочется хочется чтобы посильнее все-таки он наносил опять этот король лягушек не обращай внимание я просто решил немного искупаться не хочешь присоединиться ко мне шнец куа 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 нет мудрое решение если честно я попытался тебя утопить видишь я честен с тобой а это уже немало что ты там предлагаешь перемирие какое там перемирие скройся с глаз мы их я шнец ага тут у нас тут у нас можно открыть а ну опять получить ключ надо зажечь два этих костра да даже три успел думал будет посложнее думал будет посложнее получилось перворазом они достаточно долго горят поэтому все и сработало плюс один ключик у нас в копилке я вижу тут дверь сразу недалеко аж непривычно что цветок уничтожается с двух ударов вот как будто проход но пройти нельзя найти посмотрим куда ведет лестница и потом вернемся все таки будем открывать дверь ухты секретик секретик очень любопытно как же нам попасть наверх может я как-то смогу прыгать или это может быть сверху откуда-то сюда можно свалиться потому что видите солнечные лучи то есть падают сюда может быть это ну так вот где то можно тропнуться и ты попадешь в эту локацию соответственно упадешь прям на эти полки где находится сфера с энергией душ все мы туда смотрели туда я пришел и позитив отсюда я пришел то есть у нас есть вот дверь направо и дверь с решеткой ухты как я уже сказал даже не надейся сверхнуть меня с престола ворона прохвост не зря мое имя болотный король я пришел к власти и сделал болото снова великим теперь жизнь на воде процветает эти дети чаще как их мать строя стояли на пути прогресса ничего личного просто бизнес я всего лишь пытаюсь приспособиться к такому миру каким его сделали вы и ваши лорды вы видели что творится за пределами болот полный бардак разруха новые души не приходят в мир с тех пор как ваша комиссия нарушила естественный порядок вещей до ваша братья постаралась на славу ворона прохвост что-то там лорды нарушили по всей видимости король уж ух а здесь и правда воняет это где что это диалог там там куда такой тут справа не подняться только посредине на что что подставляешься блин душа посредине кстати как как не попасть эти прыгуны опасные опасные ну что там лучники сгорите а знайте более страдания здоровейки но я доволен что мы все-таки победили того быка огненного и получили мощь дополнительную к этой магии навеки увязнуть в подземелье где нет ничего кроме копоти грязи лякушек найдено еще 2 сколько погибло жнецов видимо из-за этих поганых лорды в чем тут проблема в чем тут какой тут секрет что же все таки произошло есть стена которую можно разрушить они ясно как это сделать спокойно воду нам нельзя падать а а Продолжение следует... Да что ты пропустил? Так нелепо. Мы как-то все дальше и дальше в этом подземелье проходим. Не знаю, что тут делать. Все дальше и дальше. Позади остались некоторые не исследованные локации. Я прям заблудился. Мне кажется, вообще максимально. Так, а не здесь ли этот? Проход может быть. Ну типа вот так стрельнуть и туда обойти вниз, а не успею добежать. Сюда и вот здесь, мне кажется. Где-то есть проход. Ладно. Это все моя фантазия. Давайте посмотрим, что тут. А я нажал кнопку. Ну вы что издеваетесь? Они, кстати, с одного удара побеждаются, когда ты назад отбиваешь их в огонь. Ну здесь мы были. Это получается по кругу. По кругу мы прошли 162 единицы души. Тут же я не мог пройти вот изначально, потому что было перегорожено. Так. Ключ у нас один есть, но тут где-то... Где-то, где-то в этих краях я не открыл... Точнее, не посмотрел еще одно помещение. Вот сюда, направо. Мало ли, может, можно было зажечь. Здесь такие любопытные местечки. Ага, мы вернулись. Ко входу в подземелье. Что он, кстати, скажет вам? Слуга, как я, носить маску, как так показать любовь к вожак. Но я не любить толстая жаба. Он... Это я так перевожу, как будто Джи Джи Бинкс разговаривает. Может, это и есть Джи Джи Бинкс, только местный. Так, это не та кнопка. Я видел карту только, чтобы посмотреть, которой у нас тут и в помине не было. Один ключ. Один ключ. И его надо использовать. Так, блин, нажал. Ну, нажал, ну. Нет. Ну, вот внизу здесь можно точно. Но как, во-первых, как туда попасть? А во-вторых, там надо разрушить стену. Ну, это я опять круг сделал. А, чтобы разрушать стену, мне понадобится этот молот. Вот, а чтобы к нему попасть, тут неизвестно, что нужно сделать. Я думаю, что за молот? Как же я так сразу не сообразил? Он как раз, который позволит нам разбивать стены. Круто, круто. Ну, что, сюда? Вниз мы ходили. Давай, давай, сгори без вот этого, без камеры. Я восстановлю себе здоровья цен. Я восстановлю себе здоровья цен. Да, зачем? Зачем? До того, что разные враги. По-разному. Ну, тяжело. Тяжело вести бой. Тут сочетаются разные способности. Тут, кстати, был цветок. Можно было прибегнуть к его помощи. Но я поздно его заметил. Так, еще одна душа. Еще одна душа наверху. А где же четвертая? Вопрос. Заточенная в грязном подземелье. Нет. Не так я представлял о своей смерти. Да, это третья. Их всего четыре. Где же найти четвертую? У нас есть ключ. Но дверь... Я одну только две видел. Там внизу. Но без молота, мне кажется, там не пройти. Факел привлек этот мое внимание. Он там просто носит декоративный характер. Так, а это я не помню. А, здесь мы уже все зачистили. Вот сюда я не ходил. К владением короля лягушек. Здесь мы как раз и не были. Очень любопытно. То есть, они говорят, что нам нужно достать молот. Ага, вот тут я тоже не был. Понятно, что у меня жизнь неполная. Ой, блин, очень плохо. И вырубает он меня. Да, придется переиграть. Тут как-то я не подрасчитал свои силенки. Еще так случайно попался. Под удар первый. И там уже вероятность победы была очень низко. Как мне сократить путь к этой локации? Ой, блин, тут уж постановились враги. Забыл ли мне? Не в ту сторону. Блин, два раза. Два раза, даже не два, он больше бьет. Что-то я подставился под удар. Мне вот не нравится то, что он бросает еще этот взрыв-взрыв пакет. Продолжение следует... Два раза. Один. Два раза. Два раза. все помимо тут думал дольше придется сражаться нормой норму лорд врать теряет хватку в свои приклонные годы как он мог допустить чтобы наши врата сломались да видимо они не ломались видимо он что-то там намутил ну что четыре души дверь сейчас откроется и я так предполагаю у нас будет эпичный файт с новым противником и после чего я должен буду получить новую силу посмотрим это нужно вернуться мне по моему на самое начало где-то где-то в начале берегись живой жнец ну давай кто тут нас ждет ну и и и и и и лязь алчность, подождите, а у нас была алчность, по-моему, у нас была уже алчность, я ошибаюсь блин, зачем же, что подошел, вот я понимаю, как он будет атаковать, и все равно, вот, подставляюсь ой, блин, что за, что за лучник агичалый такой, какие-то агичалы офигеть, экшен, экшен так, еще одна волна, или нет, да, еще одна, три мы зажгли, получается, файловая какие-то новые, блин, какие-то новые противники, я не говорю, пошли я там вообще себя потерял, в этих, в этих взрывах ничего сложного, но тут, похоже, просто, вот их атаки, и когда ты побеждаешь врага, летят под, похоже, очень к тебе, вот эти, вот души, и вот эта проблема все немножко заволновался даже, но это еще не конец это только прелюдия к боссу первый раз у нас был золотой ворон теперь тоже ворон какой-то, но но другого цвета прими этот дар, друг ворона, и пусть он поможет тебе преодолеть испытания так, что же, у нас удар реально, я на нервах весь неужели молот? я думал, молот, нам нужно просто добраться до него и найти получено заклинание взрыва ха, нажмите вправо, чтобы выбрать заклинание взрыва ну, хорошо, как я и говорил привет, Зельда, бомбы у нас уже получены отлично только вот молот зачем там зачем нам попался молот на пути сюда можно пройти зачем нам попался молот на пути сюда можно пройти запрыгиваем ой, спрыгиваем Какие-то записи. Похоже на старый ежедневник жнеца. Обнаружена тревожная сейсмическая активность в регионе поблизости врат смерти. Нам приказали запечатать все двери, а также закрыть все незавершенные поручения в этой местности. В том регионе находится много жнецов, но приказы исходят от высшего руководства, и я не собираюсь их распаривать. И все же меня очень волнует, что случилось с воронами, которые остались там. И не погибли. Уже восемь, как минимум восемь жнецов расстались с жизнью по чьей-то прихоти, недосмотрению или каким-то плохим деяниям. Это очень нехорошо. Ну и все, мы вернемся назад. Погодите. Погодите, погодите. Дайте мне еще что-нибудь найти интересного. Так, тут открылся доступ к лифту. Или это еще не выход? Похоже на старый ежедневник жнеца. Мой коллега не вернулся с обычного задания. Я попытался пройти через его врата, чтобы убедиться, что все в порядке, но они были запечатаны, очевидно, по приказу сверху. Отправил запрос в главный офис, но они заверили меня в том, что это была обычная процедура и дело закрыто. Все еще нет известий от коллеги. Последний раз за обедом он рассказал, что его назначили помощником в исследованиях одной могущественной ведьмы. Сначала он выглядел беспокойным, но потом рассказал, что она оказалась очень милой пожилой дамой. Интересно, есть ли какая-то связь между ней и закрытым делом? Надеюсь, с ним все в порядке. Ну, вряд ли. Так, что мы нашли? Вы нашли макет древних врат-жнецов. Врата не работают, скорее всего, их создали давным-давно, как прообраз врат. Этот очередной предметик мы нашли. Он будет у нас в коллекции на столе лежать в главном офисе. Ну, там гораздо больше, я подозреваю. Нам нужно надыскать предметов. Вот, всего-то мы нашли 3-5. А тут, так, а сколько всего? Ну-ка, 6, 12, 24 предмета. Ну, мы нашли, а 19 осталось, мы нашли 5. Это макет первых врат-жнецов. Этот вариант технологии врат оказался малоэффективным. Для его работы требовалось слишком много душ. Позднее его заменили на более современные версии, которые используют по сей день. Ну, да, типа по 4 души, как я понял, нужно было для этих врат. Ой, кто такой сидит, не приметил тебя? Ладно, похоже, ты много путешествуешь. Твои врата просто повсюду. Мне тут птичка напела, что тебя даже занесло в офис главного начальника. Странная штука. Может, с твоими вратами что-то не так? Ихи-хи-хи. Газета на голове напоминает, не знаете, когда фольгой голову обматывают, то типа боятся, чтобы инопланетяне читали их мысли. Ну, это что-то наподобие. В последнее время мы бьемся за крошки. Сейчас у нас мало работы, только горстка жнецов осталась на службе. Поговаривают, что есть вороны, которые живут свободно, не подчиняются комиссии. Ходят тут слухи у них. Интересно, каково это жить свободно, зная, что однажды ты умрешь? Да ну так себе. Периодически задумываясь об этом. И это меня не радует. Тут какая-то статуя гигантского товарища. Товарищ. Кто ты такой, товарищ? Ага, это мы вернулись вообще на самое начало. Я думаю, нам можно... Во-первых, вот я вижу здесь, можно уничтожить эту преграду. Стоп, не понял. Нельзя использовать? А, может больше нужно просто расходует по несколько? Может быть она расходует несколько по ячейкам энергии магии? Так, ну трубку я вижу. А где у нас дверь? Ну, в смысле, рок я вижу. Это еще что такое? Почему это существо так на меня смотрит? Такое радостное, такое беспечное и такое раздражающее. Сидит там, блин, горох этот. Нужно пригласить сюда дезинфекцию. А ты что скажешь? Эти крошечные души, духи чаще появились из ниоткуда. Из-за них в офисе случился такой переполох. Мне пришлось заполнить кучу документов для проведения дезинфекции. Великолепно. Похоже, я нравлюсь этой крошке. Ну, прокачать ничего не получится. Вопрос только, как мне забрать вот тот предметик. Сейчас, мы можем поступить следующим образом. Затерянное кладбище. Сейчас туда переместимся. Потом вернемся назад. У нас, по идее, должен быть полный набор. Нет. Нет или да. Да, что ж это такое. Ладно, тогда сейчас забежим сюда, на затерянное кладбище. Немного тут пораскидываем ребят налево и направо. Кого тут? Кто мне тут попадет сейчас по звуку? Ну, так вот. Пару противников и назад в офис. Нам просто не здесь стоит тусить. Мы еще не закончили. Хотя, можно через эту дверь попасть как раз в ту локацию, в которой нам необходимо еще осмотреться. Но. Но. Лучше сделать не так. Тут я вижу какой-то предметик. Еще и книга там какая-то. Или тут просто нельзя использовать бомбу. Может быть, это можно уничтожить только молотом тем. А нет. Да, просто две ячейки расходуют энергии. Я сразу не обратил внимания, сколько расходят. Я думал, стандартно, как и стрелы, допустим, по одной. Это что такое? Вы нашли подслушивающее устройство. Вообще-то это граммофон, по идее. Похоже, кто-то шпионит за комиссией. Мне кажется, это не неверно. Так, похоже на старый ежедневник жнеца. Высшее руководство впало в ярость из-за недавней сейсмической активности. Нам приказали удалить подчистую любые упоминания об этом событии и закрыть все текущие поручения в регионе. Моя совесть не позволяет мне бросить всех жнецов на произвол судьбы, отрезанных от комиссии дома. Я попробую попасть в то место и выяснить, можно ли чем-то им помочь. Если у меня получится вернуться целым и невредимым, распишу все, что удалось обнаружить. В этом ежедневнике больше нет записей. Но, по всей видимости, не удалось. Давайте посмотрим предмет, который мы еще нашли. Подслушивающее устройство. Ну, это граммофон какой уж он подслушивает. Хотя, может быть, и подслушивающее устройство. В этом мире может быть все, что угодно. Значит, это приспособление выглядит так, будто его поместили здесь, чтобы следить за жнецами в зале врат. Кто бы его не установил, он явно прослуживал разговоры внутри комиссии и мог выведать информацию о душах, которые поручали жнецам. Ну, может быть, действительно, действительно, это и есть прибор для подслушивания. Ребятки, ну что ж, думаю, нам, наверное, на этом можно и закончить данный эпизод. Дальше нам стоит отправиться опять на болото, к королю жаб. Здесь есть у нас дверь. Мы сможем быстро туда попасть. Вот она, по-моему, да? Подземелье грибов. Подождите, оно или нет? Заросшие руины. Ну, вроде как она. В общем, мы через дверь заскочим и попадем туда. Нам предстоит, теперь используя бомбы, открыть новые проходы, там исследовать больше просто местечек, в которых мы еще не были, и потом сразиться с самим королем. По плану приблизительно такой. Окей, огромное спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в самое ближайшее время. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok